Слушай, мне столько много контента, интересная вода, что есть в контенте. Да-да, чтоб не запариться. Это что, я буду убирать. Так-так-так, возвращаемся. Если говорить о толщине, то у фанеры, в отличие от USB, чуть более широкий диапазон. Самая минимальная толщина, которая есть по наличию на складах на Украине, это от 4 мм. 4 мм это минимальная толщина. Дальше идет, ну базово раньше шли 4, 6, 8, 10, 12, но в последнее время появились промежуточные толщины, такие как 5 мм, как 9 мм. Это сделано с целью удешевления и большего завоевания рынка некоторыми производителями. Так вот, если говорить о текущей ситуации на сейчас, то сегодня следующие толщины у нас представлены на остатках на складах. Это 4, 6, 5, 8, да, дубль 2. Если говорить о представленных на сегодняшний день толщинах, которые есть на складах, то это 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21 мм, 24, 30 и 40... Там нет на складе. У нас на сайте нет. Сориан, я прочитал как на сайте. Да. Ну да, 24, 30 и 40 мм, я думаю, получится смонтировать. Не подумай, капец, это ж каждый, каждый этот... Каждый... Это ж не мне все просматривать. Каждый... Каждый этот, ляп надо вырезать. Так, что еще мы о фанере не сказали? Мы толщину сказали. Классность, да, сорта. Да, тут надо вам подробненько рассказать. Угу, угу, угу. Ну, и вы не сказали, наверное, с чего из-за березы. Потому что клиент, как вы спрашиваете, а это что за материал? Угу. То скажите еще один момент по поводу материала. Угу. Так, чик-чик, исходная. Угу. Нормал, да? Да, еще один момент хотел уточнить. Если говорить о производстве фанеры, то чаще всего она производится из шпона массива березы. Так называемая березовая фанера. Многие клиенты именно могут уточнять, что у вас березовая фанера. Я вам так скажу, процентов 90 это березовая фанера. Фанера периодически попадается со сна, но она очень редко заходит, имеет ряд недостатков. Ну, у нее качества нет, но есть цена. И за это ее тоже некоторые покупатели любят и покупают, конечно же. Если говорить о размерах, если говорить о размерах, то кроме толщины фанера выпускается, как правило, в двух базовых размерах. Либо прямоугольной формы. И здесь размеры четко совпадают с листом OSB. То есть это 1250 ширина и 2500 миллиметров это длина листа. То есть базовый, стандартный такой лист прямоугольной формы. Если же говорить о квадратной форме, то здесь имеем мы следующие размеры. 1525 на 1525. Это ГОСТовский размер. Есть некоторые производители, которые делают немножко уменьшенную плиту. Но не на много. 1515 на 1515 еще встречается. В интернете, если поискать, можно и 1510 найти и так далее. Но стандартные размеры два. Вот квадратный, прямоугольный. Важно понимать. И этот момент нужно уточнять у клиента. Как правило, в большинстве случаев квадратный лист это обычная так называемая фанера. Если говорить о прямоугольном, то это водостойкая фанера. Чуть больше я об этом расскажу. Сейчас немножко хочу вам рассказать о сортности. У фанеры есть такой параметр, как сортность. О чем идет речь? При производстве шпона у деревьев есть места, откуда выходят от ствола ветки. Ну и на срезе получается сучок в этом месте. Для того, чтобы классифицировать как-то наличие таких... Ну это считается дефектом на самом деле. И для того, чтобы классифицировать наличие таких дефектов, то и придумали сортность. И она подразделяется следующим образом. Первый сорт это допустимая починка листа. Что это значит? Это значит, что на листе вы не увидите ни одного сучка, но может... И здесь я завис. Что такое починка листа? Ну, починка не знаю. Ну, уберите это, правда, вручение. Да. Просто скажите, что это идеально без сучков, сколов, или используется исключительно в мебельном производстве. То есть там, где постоянно от данных войнёй будут лицезреть. Ну, какое-то декоративное мебельное отдаётся. Просто мебель, шампи. Давайте это, 2 секунды. Ага. Понятно. Имеется в виду, что может быть вставка какая-то. Ну, можно увидеть соединение листов шпона. Ну, вы поняли? Не полностью верхняя. Ну, как бы это такое, ни о чём. Я думаю, что действительно нужно это пропустить. Да. Да. Там вот, как-то процентом соотношения, сколько я там читал, помню, там, маленький сучок, там, болитки, это выпадающие сучки, да, там, болитки, понимаете? Ну, это чуть-чуть дальше. Это чуть-чуть дальше. Так, оно же там все дефекты. Так, где вот здесь, да? Хоп-хоп. Первый сорт фанеры, это идеальная поверхность, без каких-либо сучков, без каких-либо дефектов. И это самая дорогая, конечно же, фанера. Она используется в декоративном, применяется в декоративном плане и в мебели. То есть, ну, по сути, её можно пускать на лицо, имеет очень приятный внешний вид. Дальше, сорт номер два. Допускаются сучки, но в количестве не больше 10 небольшого размера на квадратный метр. То есть, как правило, это маленькие, незначительные дефекты на квадратный метр до 10 штучек. Сорт номер три. Это различные дефекты. Это могут быть выпадения этих сучков. То есть, могут быть ямки, могут быть даже целые продольные борозды. То есть, нецелостность верхнего слоя шпона. И сорт номер четыре, это все недостатки, которые я перечислил, вместе взятые в большом количестве. По сути, сорт номер четыре, это, ну, скажем так, строительного направления, фанера, которая применяется в таре, применяется там для таких вспомогательных работ. И поэтому стоит достаточно дешево, очень доступно по цене. И чаще всего покупают как раз в сортах три и четыре. Да, важный момент. У фанеры может быть в параметрах написано в названии, написано сорт три-четыре. Это значит, что одна сторона третьего сорта, а вторая сторона четвертого сорта. То есть, у нее есть две плоскости, и к каждой плоскости присваивается тот или иной сорт. Так точно может быть сортов один-один, это идеальная с двух сторон, либо один-два, либо два-два. Это более дорогие, не так часто их запрашивают, но, тем не менее, в наличии они есть. По складах мы можем и их в том числе продавать. Чаще всего это три-четыре, четыре-четыре. Это для каких-то своих хозяйственных потребностей. Люди используют где-то там какой-то диван подремонтировать, что-то еще. Это для каких-то своих хозяйственных потребностей. Это для каких-то своих хозяйственных потребностей. Это для каких-то своих хозяйственных потребностей. Это для каких-то своих хозяйственных потребностей.